Добрый день, Владимир Соловьев, газета «Коммерсант». Я услышал и от вас, Фёдор Генрихович, и от вас, господин Балтинян, довольно стройный анализ по поводу того, что происходит, и особенно он стройным выглядит в отношении того, что хочет Запад, Турция, НАТО, здесь в регионе на Южном Кавказе. Но когда мы говорим о России, мне не очень понятно, что Россия могла бы сделать. То есть говорится о том, что Россия утрачивает свои позиции. А мне хочется услышать ответ на вопрос, а почему это происходит? Почему Россия теряет свои позиции здесь? Почему она не оправдывает ожидания своего союзника в лице Еревана? И как это можно вообще в принципе изменить? Потому что из Еревана мы слышим, что Армения хочет более активных действий и гарантий собственной безопасности, но эти гарантии она не получает. Спасибо. За вопрос ко мне? Да, по-другому. Очень интересный вопрос. Спасибо большое. Значит, относительно того, что Россия теряет свои позиции, Россия уходит, я считаю, что не нужно смешивать риторику и факты. Вот на уровне риторики есть люди, эксперты, политики, которые любят говорить о том, что Россия уходит, Россия теряет свои позиции. 102-я база вооруженных сил России в Гюмрии, она куда-нибудь делась, она улетела на Луну. Пункты передового базирования 102-й базы, которые недавно были размещены, они были размещены или нет? Они были размещены. Российские пограничники продолжают совместное с пограничниками Союзного государства Республики Армения свои патрулирования и дежурции. Продолжают. Пограмм войск ПСБ России. Значит, торговый оборот между Россией и Арменией, товарооборот, вырос за прошлый год и продолжает расти в этом году. В прошлом году, напомню, более 5 миллиардов долларов, в этом году будет более 7 миллиардов долларов только торговля товарами между нашими двумя странами, между прочим, с профицитом Армении. Инвестиции российские в Армении растут? Растут. Значит, культурные, научные контакты широки? Широки. Конечно, хотелось бы больше. И российской стороне, и армянской. Так что давайте не будем вот эту вот риторику и пользу. Да, конечно, Россия крайне заинтересована в сохранении мира и стабильности в регионе. И Россия обладает рычагами влияния на обе страны, не только на армянскую, не только рычагами влияния на принятие решений в Армении, но прежде всего на обе стороны, и на Армению, и на Азербайджан. И если бы не влияние России, я думаю, что ситуация была бы гораздо более тяжелой и критической для республики Армения. И я думаю, что Артах, как, значит, самостоятельная автономная структура, как непризнанное государство уже перестало бы существовать, если бы не вмешательство Армении во время 44-дневной войны и не воздействие, которое Россия оказала, значит, вмешательство России в этой ситуации и не воздействие, которое Россия оказала в том числе на азербайджанскую сторону, остановив движение азербайджанских войск политическими и дипломатическими средствами. Так что давайте пока будем осторожнее с формулировками про то, что Россия утратила свое влияние, входит. Вот. Может быть, Россия, к сожалению, рискует утратить свое влияние, но я очень надеюсь на активную позицию и действия руководства нашей страны, я более того, считаю, что мы их скоро увидим, я думаю, что будут говорить о том, что выграждение российского влияния происходит за Катказией. Подождите, не торопитесь событий. Конечно, единственное, что добавлю, конечно, специальная военная операция Российской Федерации на Украине и те военные и военно-экономические издержки и, в общем, существенная политическая фокупировка внимания на решение задач специальной военной операции, конечно, они несколько ограничивают пространство маневра для Российской Федерации, но это тоже не нужно преувеличивать. И силовых инструментов, и политических, и дипломатических фокупик, у России более чем достаточно. Более того, я думаю, что в диалоге с Турцией и в диалоге с Азербайджаном Россия будет гораздо эффективнее, чем Франция, например. И я думаю, что, да, гораздо эффективнее, чем США. Спасибо. Спасибо большое. Хайк.